Приветствую вас. Вы знаете, вот когда поступают такого рода вопросы, я всегда думаю о том, что люди не понимают главного. Они не понимают того, что они делают по отношению к другим людям. Например, то, что Шукров делает по отношению к вашему мужу, к своему сыну, да? Ого. Вот люди не понимают того, что то, что они делают, они делают во вред именно своему сыну. Они действуют ему во вред, они действуют не на пользу ему, как это может показаться на первый взгляд. Они не на пользу ему действуют, они действуют ему во вред. А почему они действуют ему во вред? Да, ответ на самом деле очень простой. В самом деле они обесценивают его чувства, они обесценивают его желания, они обесценивают его выборы в конце концов. Вот. Люди этого не понимают. Люди отказываются это понимают. И самое обидное в этой ситуации, что и муж ваш тоже не понимает. То есть, условно говоря, позволяя своей семье на себя влиять, человек, человек по сути дела соглашается с тем, что они его выбор обесценивают. Просто, просто берут и просто обесценивают. Понимаете? Вот это вот первое, что вообще очень ужасно и никакие ворота не лезут. Это, наверное, первое, что хочется сказать. Второе, значит, ну, то, что делает семья его, это безусловная история одна. То есть, что делает, как бы, что делает, то и делает, собственно говоря, да, и здесь ничего не поделать, наверное. То есть, это у людей, видимо, такой, ну, такие моральные устои, да, такие нормы. То есть, отсюда, ну, не уйти, не уйти от этого никак, к сожалению. Вот, но, но, ага, важно понять, что есть не только они, есть вы. Вот это самое главное, что есть вы, не они, а вы есть вы. Вы с мужем, это самое главное, это самая основная вообще ячейка. И на эту ячейку вы, по сути, делая, и не отбираетесь, и не надеетесь на неё, и вообще делаете вид, как будто нету, как будто нет этой ячейки. Это самое, самое неприятное в этой ситуации, это самое страшное в этой ситуации, понимаете? Вот, поэтому тонкость, вся тонкость заключается... В том, чтобы опираться на своего мужа и на себя, в своих действиях, в своём поведении, в своей позиции. Чтобы все вопросы решать сперва с мужем, а уже потом, что остальное. Вот, ну, а вы, вы, вы пытаетесь решить вопрос и со свекровью, соответственно, и с сестрой, и так далее. Ну, это абсолютно бесперспективная история. Вот вы пишете, родители мужа подарили нам на свадьбу дачу. Ну, а честра мужа была против, как быстро мы сделали всё, чтобы документальный подарок не успели оформить на мужа. Что это значит? То есть, если хотели подарить дачу и сами подарили, но сами потом, что, отказались дарить или что? Причём есть вообще сестра мужа младшая. Что это значит? Она сделала всё, чтобы на него не оформили. А в чём тогда подарок, то есть, ну, как тогда подарок-то выражается, в чём выражается тогда подарок? Вот. То есть, ну, вот, понимаете, да, какой вот довольно такой странный момент. В чём тогда подарок выражается. Вот. Дальше. На наше предложение изменить отношение к даче и приезжать туда в гости. Заранее нас предупреждали, расплакалась, пожалуйста, с родителями. Она стала на её стиле, на её должном стиле. У нас тут всё, у нас всё общее, что вы тут думали делить, твоё-моё. Но это противоречит самой идее подарка. То есть, если нет общего, то есть, если всё общее есть, есть только, если всё общее нет твоего-моего, что, в общем, имеет право нажить, да, ну, просто вот, в теории, имеет право нажить. Согласитесь? То в таком случае, а что мы дарим, тогда? В чём тогда подарок, собственно, заключается? Ну, понимаете, да, вот, непонятно. Непонятно. Дальше. Так, значит, пожалуй, остроительно, мама осталась на её сторону. А чего хотела ты строить начало? Вообще. Почему она была против, что она хотела изначально? Ну, то, что она завидует, это понятно, что она завидует. Ээээ, потому что, эээ, есть у её брата, да, это, это понятно. Так, а, ну, вот, чего, чего она хотела ты найти начало? На мой, на мой фляп, это, непонятно, непонятно. Что ей было нужно. Вот. Дальше. Эээ, значит, короче, на дачу мы с тех пор не ездим, и с сестрой и свекровой у нас натянуты отношения. А у... Кого у нас? Собственно. У... У... Кого у нас? Почему у нас? Собственно говоря. У меня прям... Интересует этот момент. Почему у нас? У нас? Что есть? Есть муж. Есть вы. И... У вас своё отношение? А у него своё. Ну вот. Что есть? Говоря о мы, вы растворяете, к сожалению, ээээ... себя, ээээ... и его. ээээ... так что, ээээ... по сути, не разб... не разграни... не разграни... не разграни... вы, не разграничиваете ээ... Значит, себя и его, вот. Дальше. Эм, так, семья мужа, кровь и сестра, пытается следовательно манипулировать моим мужем, чтобы он еще ездил туда. Это вот его ответственность, это ответственность вашего мужа, что им манипулировать. Ответственность это исключительно его. Не ваше. Понимаете, да, о чем идет речь? Дальше, так, вообще предстают с вопросом, что же вы на датчику не ездите. И вот какая у вас с мужем позиция общая по данному вопросу, чтобы она отражала и вашу точку зрения, и его точку зрения. Хорошая ощущение, что у вас с мужем, вот знаете, какого-то, такого взаимопонимания прям не хватает. У меня такое вот впечатление сложилось, что не хватает. А, значит, вам непонимание с ним. Потому что слишком, ну, слишком вот всё, так, разрознено, я бы сказал, вот, слишком разрознено, на мой взгляд, вот. Дальше, так, значит, как ни в чём не бывало, но здесь у вас скорее обиды есть какая-то на, значит, на них, да, тут есть какая-то вот именно обида на его родню, вот, чувствуется, чувствуется, что вы обижаетесь. Правда, правда, толку от этого нет, конечно, никакого. Обиды, если вы ощущаете обиду, да, то с обидами, ну, с обидами нужно работать, с обидой нужно взаимодействовать, на мой взгляд. Сейчас обида, это определённые ожидания, ваши ожидания от людей. Так, сестра пила меня на сторонку, предложила, не приходи сюда, вообще сказала, что мне лучше уйти, ещё можно пытаться меня настроить, якобы, он раньше такой, как бы, хороший, всем помогал, теперь изменился. Потому что не в семье, уже много может быть, как мне везде себя в этой ситуации. Спокойно, с юмором воспринимать то, что говорит его семья, а мужем вам необходимо работать над взаимопониманием, вот. потому что, если вы не будете этого делать, то ситуация выйдет под контролем, и вы, действительно, можете в фейммузе бросать. Вот. Чего бы, конечно, я полагаю, не хотелось, но вы всё-таки, я думаю, что, друг друга любите, вот, и, хотели бы продолжать, а? с ним быть вместе. Но, тем не менее, для этого требуется работа, нужна работа. в первую очередь, вам с вашим мужем. Вот. Вот. А, в принципе, я думаю так. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. А, если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого добра и удачи. Удачи! Более! Удачи! Продолжение следует...